Двумя главами позже, Лука опять упоминает, что христиане продолжали продавать имущество, то есть этот процесс был длительным. В 12 главе сказано, что христиане собрались в доме Марии, то есть она продолжала владеть своим домом. Продажа имущества отнюдь не была обязательным условием вступления в христианскую общину. И имущество продавалось добровольно, по мере того, как среди членов общины возникало нужда. В 3 главе, стих 17, 1 послания Иоанна сказано, Кто имеет достаток в мирской жизни и видит брата своего в нужде и затворит от него сердце свое, то как же будет пребывать в нем любовь Божья? Кроме того, многие из тех, кто приехал на праздник Иерусалим, услышал проповедь Петра и крестился, были из отдаленных частей Римской Альфины. Они вынуждены были продавать свою собственность, чтобы остаться в Иерусалиме. Апостолы не собрались и не приняли решение, что от каждого по способностям, каждому по потребностям. Сложившаяся ситуация была незапланированная, в значительной степени вынужденная. После того, как во всех основных римских провинциях возникли христианские общины, необходимо жить в Иерусалиме пропаво. И мы нигде в Новом Завете больше не находим упоминаний о распоряжении собственности. Лука заканчивает описание жизни первых христиан словами. И Господь прибавлял к ним спасаемость каждой день. Наверное, каждому из современных христиан хотелось бы быть членом такой единодушной и преданной вере Церкви. Но прежде чем мысленно записать себя в нее, необходимо взглянуть внутрь себя самого и спросить, а вписываемся ли мы, такими, какие мы есть, в эту подвижническую церковь. И хотя многие используют Библию как увеличительное стекло, чтобы находить и осуждать пороки ближних, на самом деле Библия — это зеркало, в котором отражаются наши собственные недостатки, как, впрочем, и добродетели. Да поможет нам Бог быть достойными Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Абонентский ящик номер 47 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые радиослушатели! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В нашей материи очередной выпуск из серии передач под названием «Божьи гиганты». Сегодня мы поговорим о Закхееве. Придрих Митча жил во второй половине девятнадцатого века. Он был философом, который, как правило, относился враждебно и к христианской вере, и к ее морали. Но, несмотря на это, он был очень умным человеком и однажды сделал интересное предсказание, которое до сих пор преследует всех верующих. Он сказал, что однажды в западной культуре деньги заменят людям Бога. К сожалению, на сегодняшний день для многих это предсказание более, чем сбылось. Деньги превратились в один из злобных предметов идолопоклонничества. Материализм и коксюмеризм правят почти всем миром. Многие сегодня заботятся больше о своем собственном капитале, чем об окружающем. Жизнь превратилась в одно большое соревнование. Кто сможет заработать больше и купить самое дорогое? Людям, у которых есть деньги или любые другие материальные богатства, забиты. Ими восхищаются. Людям же малоимущим зачастую приходится чувствовать себя неадекватно. Людьми второго сона. В Библии можно встретить одну очень интересную историю. Это история Закхея. Однажды Иисус проходил через город Иерихон, расположенный всего в нескольких километрах от Мертвого моря. И о его приходе прознал богатый сборщик налогов по имени Закхей. Закхей был невысокого роста. И поэтому он забрался на дерево, чтобы хорошо рассмотреть Иисуса, когда тот проходил мимо. Иисус же, оказавшись у того дерева, посмотрел вверх и, к большому удивлению Закхея, сказал. Закхей, скорее скрицай, ибо сегодня мне надо быть у тебя дома. Скорее всего, Закхей не знал, что и подумал. Ведь он не был знаком с Иисусом, никогда с ним до этого не встречался, и вдруг Иисус оказывается на пути к неподобному. Как мы уже говорили, Закхей был богатый. Тут необходимо сказать пару слов об истоках этого богатства. Дело в том, что в то время, заплатив определенную сумму денег римским властям, можно было стать сборщиком налогов. Получившись эту должность, человек мог начать собирать самые разнообразные налоги. Четких правил налогообложения тогда еще не было. По сути, это была обычная схема личного обогащения. И она делала сборщиков налогов богатыми, но в то же время ненабисными для обычных жителей людьми. Поэтому, когда окружающие услышали, что Иисус планирует зайти в гости к Закхею, они сразу же заговорили о том, что Иисус направляется вновь к бесцовестному человеку. Мы не знаем, о чем говорили между собой Иисус и Закхей. Но нам известно, что Закхей был тронут словами Иисуса. Тронут настолько глубоко, что в тот же миг встал и публично объявил. «Смотри, Господь, здесь и сейчас я отдаю половину своего имущества бедным. И если я кого-то обманул, я заплачу им в четыре раза больше». Вот это да, какой неожиданный поворот в судьбе сборщика налогов. Он осознал, что деньги стали его богом. Теперь, когда он находился в присутствии Сына Божьего Иисуса, он убедился, что он кардинально должен пересмотреть свои жизненные приоритеты. Иисусу понравилось его заявление. Британский государственный деятель Бинстон Черчилль однажды сказал, «Мы зарабатываем на жизнь тем, что получаем. Мы живем тем, что отдаем». Конечно, отдавать здесь не означает только раздавать свои вещи. Отдавать значит и говорить правду, проявлять доброту и смирение, быть внимательным к окружающим, помогать бедным, кормить голодных, прощать тех, кто причинил нам боль, и делать все возможное, чтобы сохранять мир. Дух жертвенности, дух, которому за сей пообещал приобщиться, несет в себе массу положительных вещей. Даже если вы примете решение следовать ему в течение всего лишь нескольких дней, вы поразитесь необыкновенным результатом. Люди вокруг вас будут поражены переменами в вашей жизни. В положительном смысле. Они увидят вас нового человека. Последователи Иисуса, те, кто действительно посвятили себя цели стать такими же, как Он, это люди, стоящие за правду и справедливостью. Неважно, сколько у них денег и какие должности они занимают, важно то, поверили ли они в Иисусе.